Скажи привет всем в камеру. Привет, доброе утро. Скажи привет, Беларусь. Да, это наш знакомый хороший. Никак не можем с ним договориться. Блин, хочу платочек себе купить тут один. Он говорит 10 долларов, а я говорю 5 долларов. Давай, я пока не хороший цены. Не ты обманываешь, я тебе уже не верю. Обманываю? Ну. Честно? Обманываешь? Когда обманываешь? Когда? Хорошо, если не обманываешь, то я приду к тебе и куплю у тебя платочек. Итак, друзья, всем привет. Начинаем обзор отеля Белла Виста. Сегодня у нас третий денек пребывания в этом отеле, поэтому мы уже можем, в отличие от однодневного пребывания, что-то более-менее конкретное о нем сказать. Находится он на Шератоне. Это как бы такая уже, ну, конец Шератона. Начинается он там, где-то примерно в двух километрах. Здесь, возможно, он немножко и дальше идет, или это уже даже другая улица. Довольно-таки шустрый район здесь. Куча такси, куча ресторанов, куча разных кафешек. Кстати, вот находится еще Ромах отель здесь. Ну, соответственно, таксисты, валом. Есть здесь банкомат. Есть ловчонки и кафешка даже в самом здании отеля. Ну, хотя она, может быть, никому не нужна все-таки в отеле. О, сидят, сидят. Нужна, как оказалось. Вот мы заходим дальше в отельчик. Сразу такая прохлада. Прохлада, работает кондиционер, все круто. Вот наш ресепшн с ребятами. В принципе, все... Здесь ничего не изменилось. Как дела? Прекрасно, хорошо. Вот такое классное помещение. Там находится чин-бар, который работает круглосуточно, но напитки спиртные после 11 заканчиваются. Дальше мы выходим вот сюда. во внутренний дворик. И здесь все круто. Площадочка для отдыха. Корпуса слева и справа. Кстати, все это вечером подсвечивается. Обязательно ставлю кадры вечернего дворика. Вот здесь находится хайлс-клаб. В котором я делаю себе массаж. В котором ты делаешь себе массаж. Мне нравится. Представляете? Ты как профессионал в этой области можешь оценить и можешь посоветовать. Сейчас мы зайдем сюда и посмотрим, какой бьюти-салон здесь имеется. Так. О, тут довольно-таки много. Это что? Вот здесь? А, это массажные комнатки. Одна. Ну, все такое. В принципе, неплохо. Вот. Без изысков различных. Различных. Ну, нормально. Так. Здесь дальше сауна. Есть тут сауна. Поднимаемся на второй этаж. И... О, там сауна. Это джакузи. Есть джакузи, кстати. Есть... Ага, сауна. Сауна. Хамам. Туркиш-хамам. Туркиш-хамам. Сейчас мы даже сюда зайдем и посмотрим. Ну, все маленькое, конечно. Как и отель. Соответственно, не рассчитанное на кучу народа. Есть душевые, соответственно. Это сауна. И, кстати, она работает. Вау, классно в сауне. Вот. Это все, да? Я. Вот такой, соответствующий размером отеля, небольшой вьюти-салон. Конечно, здесь делают не то, чтобы там чудо. Но самое главное, я попросила сильный массаж. Мне уже сделали сильный массаж. Девочки. Этот вьюти-салон работает с утра и до восьми вечера. И вот здесь еще у нас есть тренажерный зал. Вот так он оборудован. В принципе, неплохо. Чем-то позаниматься можно. Что сейчас я и буду делать. И начнем с беговой дорожки. Субтитры сделал DimaTorzok Все. Спасибо. В общем, вы заходите в бьюти-салон и вас сразу возьмут в оборот. Найдут кучу болячек. Для этого тут работают вот такие вот люди, наверное. Она, вот представляешь, пойдет по пляжу, тебе по ручкам поработает, сразу все твои болячки называет. И человек готов. Все. Это, знаешь, как цыган обрабатывает. Ну, что-то в этом есть, я тебе хочу сказать. Что-то в этом есть. Вот этот райский садик. Нам очень нравится здесь. Особенно вечером. Есть камеечки. А сейчас кто-то на обеде, кто-то уже на пляже. В каком обеде? Ой, на завтраке. Кто-то на пляже. И сейчас такое создается впечатление, что отель пустой. На самом деле он переполнен. Да, есть небольшая разница и напряг с количеством народа на небольшой территории. То есть вот это преимущество, которое нам нравится. Небольшая территория и большое количество людей, они плоховат, конечно, совмещаются. Но я думаю, что сейчас вот пик сезона. И здесь просто аншлаг. Сейчас мы прилетели сюда в пик сезона. Отель переполнен. И ощущения от отеля уже немножко другие. Да, Таиса Васильевна? Немножко другие, да. Как бы ничего не поменялось внешне. Отель как стоял на месте, так и стоит. Для детей здесь мало что есть, честно говоря. Вот небольшой загончик в виде бассейна. В бассейне. Территория как была отличной, прекрасной, компактной, уютной. Там супер-пупер. Она нам нравится до сих пор. Бассейн, пляж, все здесь хорошо. Так что же тебе не нравится? Ну, в принципе, мне здесь все нравится. Процентов на 80, допустим, нас этот отель удовлетворяет. Но есть маленькое «но». Первое «но», с которым вы столкнетесь, когда прилетите сюда в сезон, это вы захотите открыть сейф, а он в номере не открывается. Без денег. Да, и это косячок. Причем зимой он открывался без денег. Его просто мы открыли и закрыли. Соответственно, когда уезжали. Сейчас он стоит, внимание, 3 бакса в сутки. Ни один, ни два. Это не нормально. Это не нормально. 3 бакса в сутки. Представляете, если вы приехали на 20 дней сюда, на отдых, это сколько вам еще нужно добавить, чтобы просто хранить деньги, чтобы не переживать за них, не прятать где-то под подушкой. Это большой минус этому отелю на данный момент. И это перебор. Как бы 3 бакса – это перебор однозначно. Есть сейф на ресепшн. Он там есть, да, тоже. Вы можете туда сдавать свои деньги. Но он стоит тоже 2 бакса, 2 доллара в сутки. Да, это, мне кажется, не очень удобно бегать постоянно туда по необходимости. Ерунда какая-то. Так, интернет в отеле, только в лобби, соответственно. И он там, ну, как обычно, во всех отелях. Вам посидеть в соцсетях хватит. Но, опять же, в зависимости от количества людей. Ничего там супер-пупер быстрой скорости вы не получите. Это, во-первых. Платный интернет, он может быть. Здесь, как бы, Wi-Fi еще кое-какая есть. Но, как нам сказал гид, мы не проверяли, потому что не платили таких денег. Она там примерно в районе 5 долларов за день. И это у вас будет в номере. И везде на территории. Естественно, лучше за 10 долларов купить... В аэропорту. В аэропорту. Симку. Да. И послать все эти отельные интернеты подальше куда. Пляжик маленький. Если вы лежак не заняли, скажем так, с полшестого, как говорят, хотя бы с 6 часов, то там уже очень тяжело пробиться к воде. Есть вот эта терраска. Сверху. А вот эта терраска вообще прелесть. Терраска неплохая. Прятаться от солнца. Есть два бара. Карибиан бар. Вот этот. Он находится здесь вот. Вот тут вот. В этом вот зданице. И вот тот бар платный. это парадайз. Бар парадайз. Детский клуб. Ну, детская площадка. Хотя, чтобы вот она была открыта. Прям. И тут дети сидели. Я не видел. Ты видела? Нет. Наверное, все-таки. Он не работает. Ну, вот это... Ну, дети, да, могут. Но тут на палящем солнце, конечно, как бы без всякого... Без всякой крыши вот это вот все находится. И сейчас тут детям играть, ну, я не знаю. Никак. Как-то, наверное, никак. Тут вот что-то написано. Утренняя программа, послеобеденная программа и мини-диско вечером. Ну, мини-диско вроде как было, но тут детей практически нет. Их очень мало. Вот, проходим дальше. Вот это бар. Здесь находится, вот здесь. Он вечером, кстати, открыт. И здесь вот за столиками сидят посетители. Дальше, соответственно, бар Paradise, который у нас платный. Кстати, что хочу сказать. Нет никакого а-ля-карт... Никакой а-ля-карт программы в этом отеле. То есть, вроде как, там где-то в районе лобби есть ресторан платный, но как а-ля-карт он не работает. И зайдем сюда. Я не знаю почему. Этот бар платный. Ценничек здесь, не знаю, поменялся он с зимы или не поменялся. Но здесь делают коктейли. Здесь можно, в принципе, даже покушать. Мне очень нравится. Здесь все круто. Давай пройдемся дальше, покажем. Здесь можно сидеть практически, можно сказать, глядя на море. Здесь очень классно. На бедеробке. Снимается. Да. Здесь такие кораллы есть. Даже есть на что посмотреть. Ну, по минимуму, да. Здесь есть на что посмотреть. Вот там вот находятся. Где темные пятна, это, в принципе, такие. Ну, скорее всего, мертвые кораллы, конечно. Но рыбки там кое-какие присутствуют. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Анимация здесь сейчас присутствует Она не такая явная, как в других отелях Играют в волейбол Там в бассейне, кстати, проходят какие-то Какие-то фитнес-процедуры в виде каких-то там танцев, аэробик и всякой другой Ну, на пляже ничего не проходит, потому что тут негде, даже в бочу негде, я смотрю, поиграть, потому что, ну, только если здесь Но ее нет, во всяком случае, пока не видели Тут же прямо находится полотенце И, что мне нравится в этом отеле, вот, от моря до ресепшн, ну, 150 метров Здесь в нашем отеле заполняемость, ну, процентов 90, это точно, но никак не 50 Лежаки занимать надо с утра В принципе, устроиться где-то можно Ну, и, как бы, проблем особых нету с этим Ну, вот прям вот выбирать место Ну, в 6 часов утра нужно идти и выбирать место Некоторые занимают в 6 часов утра В 8 часов уже выбирать никто их не будет Берете то, что осталось Ну, мы, в принципе, в теньке, если надо тенек, то в тенечке где-то место можно найти Вот, это тоже такой вот, особенность такая в пик сезона именно Чего не было, конечно, зимой этого нет Зимой здесь ложись на любой Когда всего лишь во всем отеле там 20-30 человек Море так себе Вот, то Сдержки, как говорится, сезона начинаются Вот, именно в сезон все эти, вот эти сдержки начинаются Ну, вот, да, сейчас все лежаки уже заняты Все? Нет Все Мы не пошли в 6 часов В 6 часов, чтобы занять И сейчас при этой заполняемости отеля Лежаков свободных Прям вот возле моря не будет То, что нам говорил гид, что отелям нельзя более 50% И здесь, типа, только 50%? Нет, здесь не 50% 50%, ни одного лежака нету Вот, короче, вот у нас ресепшн Вот у нас море Между ними бассейн с барами Давайте пройдемся на террасу и оттуда снимем вид А вид здесь классный Кстати, с террасы открывается очень классный вид Здесь всегда есть лежаки Если они заняты там Можно, в принципе, прийти сюда И здесь полежать Здесь даже, кстати, ветром обдувает побольше Тут растут верхушки пальм О, как классно Здесь реально загорать будет не так жарко Есть зонтики, кстати, можно и под зонтиками загорать Наш, кстати, номер прямо находится вот там вот Нам на эту террасу даже спускаться вниз не нужно Выход идет со второго этажа Вот это вот все Есть душевые кабинки, как я уже говорил Тут вот продолжается тоже территория туда За корпус заходит Ну, вот такая вот концепция отеля Главное, чтобы он не был перенасыщен отдыхающими Так обстоят дела в этом отеле На данный момент Конечно Сейчас поднимемся к нам в номер А он практически вот Убрали его уже Кстати, убирают каждый день Все делают Неплохо Убирают, кстати, неплохо Довольно-таки Ну, все такое Как бы требует уже ремонта, конечно Косметического Но все функционирует Заходим к нам в номер Сразу Посмотрим номер Шкаф Хороший Кондиционер работает Туалет Душ Все такое Ну, нормальное В принципе А, в душе Есть ванная Ну, наверное, еще Наш душ не ремонтировали Хотя заявочку мы оставили Все в кованом стиле Кровати застелили нам Картина Тумбочки Шуфлядки Столик Телевизор Да Холодильничек В холодильнике, кстати, есть мини-бар И он платный Воду постоянно пополняют Кроме воды Все платно Вода бесплатна А все остальное За деньги Принесли воды На телевизоре В основном каналы Польские, немецкие Есть Только два или три канала Русскоязычных Один плюс один Украинский канал Место для Чемоданов И Все как всегда Торшер У нас раздельные кровати И мы выходим На терраску Она, в принципе, не маленькая Для сушки никаких веревок нет Да, это недостаток Это недостаток Вот, мы находимся Наш, скажем так, балкон Выходит не к бассейну Во внутренний двор А наружен Вот это, кстати, пляж отеля Рома Который находится Вот он Отель Рома На второй линии Через дорогу сюда Ну так Еще какой-то пляж Какого-то отеля Даже не знаю, какого Вид отсюда, конечно Все равно открывается Обалденный Вообще Практически с любых Номеров этого отеля Вид на море Единственное Если это не первый этаж Я так думаю Что с первого этажа Виды на море Ну Они все-таки Вид на бассейн Да, на море Его просто будет За пальмами И за кустами Не видно Хотя В направлении моря Выходят все Террасы И все балконы Всех номеров Единственное Да Там В главном корпусе Есть номера На дорогу Но их очень немного Они тоже с балконами Красное море Это что-то с чем-то Приезжайте на Красное море Оно Бесподобно Отель Балависта Не шикарен Но он уютный Он Какой-то Как бы домашний Что ли Я бы сказал Ну Об отеле Можно говорить долго Поэтому В следующем видео Расскажу И об остальных Особенностях Отдыха В разгар сезона О том Что понравилось И о том Что не понравилось Ну а на этом Выпуск заканчиваем Если вам было Интересно Ставьте лайки Подписывайтесь На канал И не забывайте Оставить свои комментарии Всем спасибо Что досмотрели До конца И до встречи На ютубе Пока-пока